Студия «Слово» была основана почти 25 лет назад. Ее основной задачей было привить детям любовь к литературному творчеству и развить писательский талант. Вначале студию создали в гимназии для деток, которые после уроков оставались в классе с педагогом, хотели, проявляли интерес к литературе, пытались, пробовали писать что-то сами, педагог вместе с ними занимался. Детей становилось все больше заинтересованных, студия разрасталась, и вот она отошла до наших дней, уже в том виде, в котором мы ее знаем. Теперь занятия у нас проходят в Центральной библиотеке. Еще четверть века назад был придуман конкурс «Литературный дебют», в рамках которого выявляли лучших среди начинающих авторов. Сначала он был внутришкольным, затем получил статус общегородского, а в этом году достиг всероссийского уровня. Теперь мероприятие проводится при поддержке Союза писателей России. Воспитанница студии «Слово» Дарья Костылева готовится представить на конкурс свое произведение, «Золушка врунье» или «Как стать королевой». Оно о Золушке, которая украла туфельки у другой девушки по имени Виноградница, а платье купила из бумаги за 300 рублей. Потом она пошла на бал, там очаровала принца, но туфелька поломалась, и она убежала. А принц нашел не ее по туфельке, а виноградницу, настоящую владелицу этих туфелек. Руководитель студии Александра Диордица предлагает идею, а дальше ребята сами ее развивают. Так Надежда Исаева уже принимала участие в литературном дебюте в прошлом году. Я в прошлом году написала стихотворение «Осень», мне помогала моя семья, оно получилось, как я думаю, очень красивое, красочное. Для многих детей признание их таланта становится стимулом и мотивацией к новым писательским успехам и желанию развиваться в этом направлении. Я писала повесть про Веру и Кошку, и я заняла третье место, что меня очень вдохновило, и я продолжила писать. Мне вручали эту грамоту в доме Корнея Чуковского в Переделкино. Во время занятий юные поэты и писатели выполняют творческие задания, сочиняют стихи и прозу, учатся образно мыслить. Благодаря литературе у ребёнка появляется богатый словарный запас и красивая речь. Занятия проходят две субботы в месяц. Расписание есть на сайте библиотеки. Проходит это в центральной библиотеке. Набор желающих продолжается на протяжении всего учебного года. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.